Жестокое избиение мужчины попало на видео в Актау. На кадрах видеозаписи очевидцам запечатлен фрагмент драки, в ходе которой несколько взрослых мужчин избивают и пинают ногами лежачего на земле пострадавшего. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 293 части 2 Уголовного кодекса Республики «Хулиганство». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержаны все участники данного инцидента. Выяснилось, что между молодыми людьми произошла словесная перепалка, которая переросла в драку. Назначены необходимые экспертизы, иная информация в интересах следствия не разглашается. Осёл спровоцировал смертельную аварию в ЖТСУ. ДТП произошло 6 октября с участием автомобиля марки Audi A4 на 275-м километре автодороги Западной Китай-Западная Европа. Авто столкнулось с домашним ослом, выбежавшим на проезжую часть. 21-летний водитель авто погиб на месте происшествия. Также госпитализированы два человека. Расследование проводится по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Владельца животного пока не установили. Угрожали пистолетом и ножом. Четырёх приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Актау. Сотрудники управления по противодействию экстремизму получили оперативную информацию о вымогательстве денежных средств приверженцами деструктивного религиозного течения. 13 сентября в 23 часа 30 минут группа лиц по предварительному сговору обманным путём заманила потерпевшего в съёмную квартиру, расположенную в одном из микрорайонов Актау. Они угрожали пистолетом. Всё происходящее они снимали на камеру сотового телефона. Данный факт был зарегистрирован по статье 194 части 2 «Вымогательство», а также статье 126 части 2 Уголовного кодекса Республики «Незаконное лишение свободы». В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны четыре приверженца деструктивного религиозного течения, в отношении которых проведены обысковые мероприятия. Все вещественные доказательства были изъяты. Обезвреженные лица водворены в изолятор временного содержания. 19,5 миллионов тенге отдал мошенникам Павлодарец, желая увеличить свой доход. В полицию города Павлодар обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестные через информационные системы завладели его деньгами в сумме 19 миллионов 475 тысяч тенге. Мужчина уточнил, что в Инстаграм он увидел объявление о том, что один из аккаунтов, назвавший себя «Финансовой академией», проводит набор людей на обучение, желающих заработать на криптовалюте. Мужчина откликнулся на объявление, оставив свои контактные данные. Оператор предложила поучаствовать в программе, которая, по ее словам, приносит большой доход. Для этого необходимо было создать электронный кошелек и пополнить там счет. Мужчина последовал совету и перевел на счет 5,5 тысяч долларов, после чего сумма была увеличена до 38 тысяч долларов якобы прибыли. Затем, под разными предлогами, мужчину вынудили перевести крупную сумму денег еще шесть раз. В результате пострадавший потерял все свои деньги. А в настоящее время стражи порядка устанавливают личности и местонахождение злоумышленников. Ведется расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Посетители кафе ранили из оружия в Шимкенте. Рано утром 7 октября в Альфарабийское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен мужчина с огнестрельным ранением. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по уголовной статье «Покушение на убийство». Установлено, что в одном из кафе неизвестные произвели выстрел из оружия и ранили посетителя, после чего скрылись с места происшествия. Раненый находится в реанимации. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили авто ВАЗ-21014. В салоне обнаружены два ружья с патронами. В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию подозреваемых. Дело находится на особом контроле руководства прокуратуры и городской полиции.